Нужно просверлить пару-тройку десятков отверстий в стене, потолке или полу? А имеющийся в наличии пробойник и молоток не радует трудоемкостью работ? Тогда стоит собираться в магазин инструментов. Всем здравствуйте, с вами Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт». Поговорим сегодня об ударной дрели. Всем давно знакома форма в виде пистолета. Металлический патрон. Именно так по-военному выглядит ударная дрель. Мощность варьируется от 400 до 1200 Вт. Возможно регулировать скорость вращения до 3500 оборотов в минуту. Кнопка переключения режима работ. Кнопка фиксации курка в рабочем положении. Именно такой джентльменский набор вы найдете в любых дрелях. При выборе дрели обратите внимание на ее номинальной мощности. Конечно же, чем больше мощности, тем легче пробить отверстие в стене большего диаметра. Но в то же время увеличивается и масса инструмента. Например, при мощности 500 Вт ударный дрель весит 1,5 кг. А при мощности 900 Вт уже 2,5 кг. Поэтому выбирайте либо ходить в спортзал, либо выбирать дрель с маленькой мощностью. Что можно выжать из дрели? Конечно, ей можно взбивать тесто. Шучу. Хотя, если подумать, вы можете сверлить отверстие в металле, в дереве, в кирпичных кладках. На малых оборотах и при наличии соответствующих насадок вы можете заворачивать винты, шурупы и саморезы. А если уж совсем разориться на насадках, то вы можете превратить свою дрель в шлифмашинку, болгарку и стационарную дрель. Большинство выпускаемых сегодня дрелей ударного действия имеют и другие возможности. Это и регулировка скорости вращения, и реверс, то есть возможность вращать сверло в разные стороны. К тому же существуют модели с процессором, который сам выбирает и поддерживает оптимальную скорость вращения, в зависимости от выбранного вами типа материала и диаметра сверла. Окинем же взглядом фронт предстоящих работ, посмотрим внутрь своего кошелька и вперед за нужным вам инструментом. С вами был Дмитрий Язов и программа «Если завтра ремонт», до свидания. Удачного ремонта! Субтитры подогнал «Симон»!